Запись. Все, запись пошла. Добрый вечер, Василий Магомедович Сеолеев. Привет, Алексей. Привет всем участникам. Я хочу сказать, какой у нас будет марафон. Наш марафон будет таким очень простым и очень полезным. И чем больше людей туда присоединиться, тем лучше. Во-первых, марафон бесплатный, естественно. Это для того, чтобы каждый участник марафона получил максимальную полезность, ничего при этом не затрачивая, кроме интереса своего. Потому что если ему это интересно, если он прислушается к моим советам, что и как нужно делать ежедневно в течение 21 дня, 5 минут в день, 5 минут в день, 5 минут в день, 5 минут в день, то, безусловно, он начнет ощущать, ну да, вот если кто вы меня смотрите сейчас, начнете это ощущать, вы будете это делать сами. Ну, мы запишем с Алексеем два ролика еще, в которых мы дадим рекомендации. Я буду давать рекомендации, Алексей меня будет спрашивать, чтобы я давал их точнее и точнее, потому что он общался сейчас с аудиторией, выяснял, какие вопросы вас интересуют. И он мне будет эти вопросы задавать, и я буду на них отвечать, и через это все узнают содержание конкретное этого марафона. 5 минут в день, вообще 5 минут в день, любой человек, особенно в большом шумном городе, должен отвлечься от всех сует, беспокойств, хлопот дня и побыть самим собой, чтобы среди какофонии этого внешнего мирового оркестра услышать о своем собственном внутреннем мозге. Ну, конечно, чтобы понять, чего ты хочешь, как этого легче достичь, как понять вообще самого себя. Иногда даже надо как-то освободиться от этого постоянного внутреннего диалога или монолога, который внутри тебя бывает часто, который никак тебе не дает перезарядить батарейку с моего смартфона, образно говоря. Я говорю обычно метафорами, чтобы легче было меня понимать. И очень сложные вопросы, которые часто обсуждают в интернете, я пытаюсь просто доносить до тебя. Ну, например, что значит быть благодарным? Или, например, что значит полюбить себя? Вот у меня часто бывают люди в очень тяжелом состоянии. Ну, возьмем, к примеру, больного, который в очень тяжелом состоянии и который не знает исхода, что будет с ним потом. И он каждый день, а хочешь ты или не хочешь, он в каком-то напряжении, неопределенности. И за счет этого он, конечно, все время грузит себя какими-то такими представлениями, и никак он не может в этот момент быть спокойным. И он очень подвержен различным внушениям. Кто-то скажет, ну, ты знаешь, дорогой мой, все будет хорошо. А другой в этот момент скажет, или он прочитает в интернете, что с этим его состоянием бывают какие-то последствия. Как студент мединститута на третьем-четвертом курсе читает терапию и болеет всеми этими болезнями, которые он там прочитал. Психосоматика тоже развивается. Так вот, погибить себя, что это значит в этом отношении? Это значит адаптироваться к тому состоянию, которое у тебя сейчас есть. Вот, допустим, мне сделали операцию. 7,5 часа мне делали операцию по травме шеи. Я потом каждый день думал, просыпаюсь, что вот я завтра проснулся уже молодой, здоровый, а каждый раз просыпаюсь и чувствую не так. И у меня ошибка происходит, потому что я не то жду. Ожидание. У меня происходит конфликт ожидания. Ведь правильно, ждать надо, надо же быть позитивным, правильно? И я жду, что мне будет хорошо. Да. А мне вдруг не становится хорошо. У меня все время ошибка происходит. У меня напряжение накручивается, стресс растет. А полюбить себя, это что такое? С этой точки зрения. Это значит адаптироваться сначала к тому стартовому текущему состоянию, которое у тебя сейчас есть. Что значит адаптироваться-то? А я тогда понял. Ну да, я же оперированный человек. Ну что, я жду, что завтра я встану и буду такой, как будто в 15 лет волейбол играть. Да нет, конечно. Адаптируйся к своему состоянию. Это стартовое условие. Выйти на самого себя и признаться в этом, да, я в таком состоянии. Да. Нечего мне ждать ежеминутного такого быстрого взлетного изменения. Надо понять, надо понять, в каком я состоянии сейчас нахожусь. Я признал это себе за факт, что да, мне сейчас столько-то лет, я там прошел операцию, я так себя неважно чувствую. Признал и успокоился. И перестал себя накручивать. И поэтому, когда я завтра просыпаюсь в не очень хорошем состоянии, я к этому отношусь спокойно. Вот это и есть полюбить себя. Вот это и есть полюбить себя с этой точки зрения. Теперь второе. Что значит быть благодарным? Что значит быть благодарным? Я считаю это вот что. Это радоваться не только каким-то подарком, не только комплиментом, не только каким-то таким сюрпризом, радоваться самому факту жизни. Вот это доходят до этого очень мудрые люди. Или в таком очень больном состоянии, или когда им уже очень много-много лет. И вот когда у человека нет вообще сил, и когда вдруг он просыпается утром, открывает глаза, он может только открыть глаза, и вдруг в этот момент он подумал, какое счастье, что я мог открыть глаза. Вот это чувство благодарности. Вот это чувство благодарности самому факту жизни. Это же такой подарок. Потому что мы живем один раз в жизни, и у нас нету второй жизни. И это один раз надо ценить. И надо, как говорят везде, в разных рекомендациях, благодарить небеса, благодарить Бога, благодарить жизнь за то, что ты есть. За то, что ты есть. Вот это и чувство благодарности. С этой точки зрения. А сколько дней будем проводить марафон? 21 день. Да, с какого числа. Как мы уже разрешили. Да. С какого числа? Ну, там в чате мы тоже обсуждали эти вопросы, пришли к этому мнению. И я же всегда с учетом пожеланий участников нашей школы, вот я поставил нашу хомо-фоторусу, есть человек будущего. А человек будущего это кто? Это человек, который может использовать даже энергию стресса собственных личных целей, чтобы быстрее адаптироваться к тому, что есть, быстрее адаптироваться и стартануть дальше. Из любого положения. Точка взлета. Больной, больной, здоровый, в состоянии какого-то трагедийного несчастья или после хорошего праздника, неважно, чтобы ты мог сразу установиться, самоиндентификацию произвести, в каком ты сейчас состоянии, и с этого состояния, с этой точки стартануть. Да. Это и есть с этой точки зрения полюбить себя и быть благодарным. Я вот что хочу сказать. На нашем вебинаре, на нашем вебинаре, мы возьмем из метода ключ, из метода ключ, маленькую часть. Первую часть, да? Маленькую часть. Маленькую. Мы возьмем, да, это очень важная часть. Это часть, которая позволяет человеку за пять минут в день, если он будет это ежедневно делать, за пять минут в день, уже начать сразу чувствовать ощутимые результаты в тех условиях, в которых он находится. То ли он находится в постели, как больной, то ли он готовится к чемпионату, то ли он готовится к выступлению ораторского искусства, то ли он там готовится сыграть концерт. Неважно, неважно, кто это. Пять минут в день, если он будет посвящать этому. Да, да, друзья мои, если вы пять минут будете вот этому маленькому кусочку метода ключ, это даже еще не синхрогимнастика, нет. Это еще не синхрогимнастика. И это не метод ключ, и тем более, это не метод ключ-2, а это маленькая часть ключа для ежедневного употребления, которое, как руки помыть, которое любой человек, как зубы почистить, которое любой человек пять минут в день, в удобное для себя время, делает это, что я сейчас скажу, что мы будем делать, и он начнет сразу чувствовать, что ему становится легче, что те вопросы, которые он решает, он решает как-то спокойнее, свободнее, на душе становится теплее, легче, приятнее. Ну, короче говоря, вы сами увидите, друзья. Да. И вот, что это за маленький кусочек. Я это почему специально говорю, что это не метод ключ, тем более, не метод ключ-2, и не синхрогимнастика, это маленький кусочек ключа, маленький кусочек, вот эта щепоточка. Давайте назовем все вместе вот эту щепоточку как. А, кстати говоря, мы же ее назвали марафон. Да. Да, марафон, да. Но это будет марафон по методу ключ. По методу ключ. Потому что мы берем маленький кусочек. Почему я об этом специально говорю? Потому что мы хотим, чтобы вы распространяли этот маленький кусочек, это главное, ежедневное, такое гармонизирующее, такое необыкновенное, чтобы вы все-таки распространяли, чтобы наша школа «Человек будущего» хромопатурс увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась во имя того, чтобы люди меньше нуждались в лекарствах, меньше взрывались, когда у них конфликтные ситуации, меньше были раздраженные, меньше были в паниках, меньше были в тревожности, легче соображали, лучше понимали, чего они хотят и как этого быстрее достичь. Я почему это повторяю? Потому что это же школа, а в школе бывает повторение, мать учения. Сейчас важную вещь скажу. Важную вещь скажу, извини, потому что очень много людей, которые все вроде бы знают, а вот случилось какое-то несчастье или паника случилась. И он напрочь что забыл, он напрочь что забыл, потому что в этот момент он все потерял ориентацию. В этот момент он берет и вспоминает то, что я сейчас говорю. В любой момент в трагической ситуации или на вершине славы, когда у тебя есть деньги или когда их нет, когда тебя предали или когда тебя наградили, неважно, если ты каждый день пять минут будешь делать то, что я сейчас скажу, у тебя появится устойчивость. Вот марафон для чего посвящается, чтобы повысить свою психологическую устойчивость, чтобы ты мог легче, быстрее снимать стрессы, чтобы ты быстрее мог возвращаться к себе. Я понятно говорю? Да, очень, очень понятно. И вот что нужно сделать конкретно, конкретно. Я сейчас предупреждаю. Мы обычно делаем непроизвольные действия, спонтанные, механические. А иногда мы делаем действия сознательные. Сознательные. Я вот сейчас беру очки сознательные. Вот я взял очки. А в другой раз я их беру бессознательные. Вот взял и даже не обратил внимания. На автомате. Вот это два качества, два принципа действия. Сознательное действие и автоматическое действие. Сознательное действие и автоматическое действие. Два режима работы мозга. Поэтому, если мы пять минут в день, двадцать один день, каждый день, в удобное для себя время, пять минут посвящаем тому, что делаем обычные механические движения, любые, любые, как физкультуру, как зарядку, что хотите, делайте. Обычные механические движения. И геомоторные движения, полуавтоматическое, сознательное выведение движения на автоматику. На автоматику. Чтобы создать гармонизацию между двумя этими режимами мозга. Непроизвольных действий и сознательно автоматических. То есть непроизвольные действия, это же автоматические действия. Непроизвольные, на которые мы не обращаем внимания. Чтобы мы научились сознательно делать то, что мы обычно делаем непроизвольно. Это охота за этим автоматизмом, охота за этой легкостью. Охота за спонтанной. Охота за спонтанной. Мы будем пять минут в день, каждый день, в удобное время, учиться. Находить у себя, находить у себя действия, которые мы можем сделать сознательно, но которые идут на автомате. Я понятно говорю? Пример. Пример. Я беру и делаю вот такие механические движения. Вот. Обычные, обычные, обычные движения делаю. А потом я беру и представляю, что руки мои расходятся. О, и пошло, пошло. Тело начинает качаться. Для этого надо ножки пошире поставить, чтобы не бояться. Никто не падает. Да, и пошло. А потом опять делаю механические движения. А потом опять представляю, что руки пошли, пошли, пошли. У кого не идет, не имеет никакого значения. Сказать почему? С удовольствием. Это очень важно. А потому, что сама попытка, это большая тайна, я открываю большой секрет природы. Сама попытка сделать какое-то механическое движение автоматически, сознательно, открывает осознанность и тренирует гибкость переключения мозга между режимом бессознательных действий и осознанным. И появляется пластичность нейросетей. И человек после этого легче все другое делает. Раньше у него было полярности, либо то, либо другое, а теперь у него происходит вот такое. Гибкое, динамичное, пластичное. Это очень мощно. Это совершенно другой режим работы мозга. От простых таких вещей, еще раз повторяю, любые механические движения, хочешь вот так, хочешь вот так, хочешь вот так, хочешь боксируй, хочешь бей свои все неприятности, как грушу боксерскую, хочешь плавай, а потом делай время от времени иди моторный. Получается, не получается, не имеет значения. Сама попытка, сама попытка это сделать, тренирует, развивает, поисковывает, творческую активность мозга. И поэтому потом любые задачи ты решаешь более продуктивно. Любые. Если ты будешь пять минут в день тратить свое время на это, делай вот так, делай вот так, делай вот так, или сиди, делай вот так, неважно. А потом делай вот так, смешивай одно с другим. Пытаешься механически делать движения, которые тебе нравятся, с теми движениями, которые легко идут, полуавтоматически, ты пытаешься достичь этого. За счет этого ты тренируешь поисковую активность мозга. Очень. Очень такое интересное. Это маленький кусочек, маленький кусочек ключа, это не ключ еще. А кто ее может применять? С каких лет? Кто может участвовать в марафоне? На любой возраст, это не имеет значения. Не имеет значения. Старт у нас будет с 7 числа, да? С 7 числа, да? Да, но мы должны еще один ролик записать. Да, но это предстартовый. Это предстартовый, чтобы понимали. Да. Да, да, мы еще один ролик запишем, там есть что мне показать и сказать. Да. Обязательно надо расширять сейчас, расширять, чтобы с друзьями поделились, потому что 21 день этого марафона. Да. И школа закрывается. 7 числа уже закрывается школа, ссылка закрывается. У нас под описанием будет WhatsApp, чат, марафоновский. Кто, кто желает уже собрать свои уже вот это по методике, они уже организовывают свои чаты. Правильно? Популяризирует школу Хосе Алиева. Это ключ. То есть запись на марафон закрывается или что закрывается? Именно чат. Чат на WhatsApp. Потому что кто, кто добавился, это первые выпускники марафона. Ну хорошо, ты объясняешь, чтобы я тут и понимал, потому что я не организатор этого, я в этом не разбираюсь, в организационных делах. Я просто хочу сказать, нам надо еще записать. Да, это записано. Два ролика записать для марафона. Да. Для марафона. И когда все будут делиться друг с другом, чтобы они не говорили, что это и есть метод ключ. Это не есть метод ключ, это есть кусочек метода ключ. Я то самое думал, только метод ключ есть и все. Я вообще не знал, что так надо представлять. Нет, это кусочек, это маленький кусочек метода ключ, потому что там такое, такое, ну ладно. Давай мы так, кусочек дадим. Да. Это уже, это уже, это уже, это уже новое качество жизни. Да. Для любого участника марафона это уже новое качество жизни. И надо, чтобы ты собирал отзывы каждый день. Да, кто будет выходить на меня, вечером я буду собирать отзывы и будем выставлять у вас на канале Касая Алиев Мед и Круч. Прямо у вас будем выставлять, я буду интервью вести, вам отсылать и будем прям загружать. У кого какие. И поэтому я готовлюсь к волшебному зеркалу, а волшебное зеркало это такое, когда ты вот открываешь компьютер, а тебе там идут только благодарности. Так это интересно, так это интересно. Но я на благоданности реагирую спокойно. Реагирую спокойно. И на всякие крючковатые вопросы реагирую спокойно. И очень спокойно реагирую, особенно на тех, которые пишут какую-то гадость. Это бывает очень редко, но очень больно. Но я пытаюсь этому человеку дообъяснить, о чем речь идет. И он вдруг понимает, о чем идет речь. И просто любви у него не хватает. Просто у него любви не хватает. И его просто не услышит. Он просто не понимал, о чем есть. Вот таким образом. Итак, соединяя обычные механические движения, любые, которые нравятся тебе, которые тебе легче делать. Легче делать. С идеомоторными движениями. 5 минут в день, как моют руки там, или чистят зубы, или там прихорашиваются перед зеркалом. 5 минут. 5 минут в день, в течение 21 дня, и такой рост пойдет. Да, поэтому я готовлю. Да. Вот так будет. Да, очень будет интересно. Я сам лично на себе проверил, потому что я могу спокойно все верить и сказать, то, что метод ключ, она рабочий инструмент. Да, да, об этом даже и говорит. Да. Ну все, будем на связи. Все, ждем двух роликов для нас, участников. Обнимаю, Алексей, спасибо тебе огромное. И всех участников нашего марафона. Да. Я так рад, что мы сейчас таким полезным действием для всех нас занялись. А я и для себя тоже. И ты, Алексей, и для себя тоже. Потому что мы занимаемся полезным делом. Да. До встречи. До встречи. Благодарю. Спасибо. Продолжение следует...